Доброе утро! Я хочу вас познакомить со своей коллегой по работе. Раньше в своих фильмах я рассказывала, что работаю с людьми многих национальностей. Здравствуйте, дорогие мои! Я приехала из Тбилиси. Я по национальности армянка. Приехала на работу. А ты живёшь в большом городе? Да, Тбилиси. В самом сердце Кавказа, среди живописных гор, уютно разместился город Тбилиси. Крупный мегаполис, не потерявший своего особого шарма. Город с богатой историей и уникальной архитектурой. Тбилиси является самым большим городом Грузии. Город становится всё более интересным для туристов и завоёвывает искреннее восхищение от путешественников со всего мира. Возраст столицы Грузии насчитывает более полутора тысячи лет. Это древний город, основанный в пятом веке нашей эре царом Вахтангом Горгосали. Об основании Тбилиси есть красивые легенды, и связаны они с горячими серными источниками, бьющими из-под земли. Согласно одному из преданий, цар Вахтанг охотился на фазанов. Среди густых лесных гущ близ реки, после того, как царский сокол смертельно ранил одну из птиц, повержённый фазанг упал в горячую воду, но вскоре воспрял, излечившись благодаря целебным свойствам подземного источника. Поражённый цар решил основать на этом месте город и сделать его столицей государства. В переводе с грузинского слово «Тбилиси» означает «тёплый город», и это связано с благоприятным климатом местности. Сухое и жаркое лето плавно переходит в умеренную тёплую зиму, отчего жить в Тбилиси комфортно в любое время года. Кристина, это первая твоя поездка за границу, или ты уже раньше где-то была? Нет, не первая поездка, но вторая. Я была в Турции. С семьёй там отдыхали на несколько месяцев. А в Турции ты не работала? Нет, мне тогда и не пускали работать. Хорошо. А почему ты выбрала именно Польшу? Ну, потому что родственник вызвал на работу с пригласительным. Твой родственник... Посоветовал. Посоветовал тебе на работу. Родственник работает на мясокомбинате. А когда-нибудь ты работала на мясокомбинате? И какое было твоё первое впечатление от работы? Нет, не работала. Вообще-то это работа для мужчин, а не для женщин, честно говоря. А какое твоё было первое впечатление, когда ты зашла в цех? Как тебя встретили рабочие? Как отнеслись к тебе? Ничего, хорошо. Хорошо. Просто два-три дня, как бы, немножко трудно было. Трудно было. А я когда первый день вышла на работу и зашла в цех, я никого не узнавала. Все были одеты в белой одежде. Скажи, пожалуйста, как прошёл твой первый рабочий день? Хорошо прошло, потому что я общительная. Познакомилась с женщинами, мужчинами, где я работала на упаковке. Да. Ну и, правда, холодно было. Очень сильно уставала. И тяжёлая работа. Вот так и разговорами, как бы, проходило время на упаковке. Ну, очень сильно уставала. Правда говоря, и от холода тоже. И от холода. А когда приходила домой, валилась. Да, валилась уже. Даже ни кофе, ни чай, ничего. А пусталась и врубалась. Да, и работаем мы на мясокомбинате. Скоро наступает Новый год. Что бы ты хотела пожелать своим родным, соотечественникам и людям всего мира? Я желаю, чтобы этот Новый год был для всех, для родственников. Здоровье самое главное. Здоровье. Чтобы терпели. И доверяли друг друга. Любили друг друга. Я даже советую мужиков, чтобы не убегали от жён. Чтоб сидели рядом с женой и с детьми. Вот это и есть счастье. Да, спасибо. Это для детей тоже хорошо. Они более крепко становятся. И любящие. Я желаю это. Спасибо тебе большое за пожелания и за всё, что ты нам рассказала. За то, что мы с тобой познакомились, ты приехала к нам. Я надеюсь, что мы... Ещё встретимся. Встретимся. А если не встретимся, мы останемся друзьями, будем переписываться, перезваниваться. Обязательно. Я очень общительная. Да, да. В этом нет проблем. Так, это мы заметили, это мы уже знаем. Ну и всем зрителям мы желаем здоровья, мира и добра. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok